Приветушки мои дорогие! Рада видеть вас у себя на канале! В сегодняшнем видео я в очередной раз встречаю вас на кухне. И я тут уже полностью увлечена процессом, у меня уже все подготовлено. Сегодня мы будем делать с вами вяленые томаты. У меня было закуплено достаточно много томатов, которые я все не использовала. И часть томатов лежала у меня достаточно долго, уже вот-вот и они начнут портиться. Поэтому я не придумала ничего изысканнее, чем сделать из них вяленые томаты. Это замечательные вкусные помидорки, которые подойдут и к пасте, и к салату, и просто с хлебушком можно кушать. Ну и конечно же, как самостоятельная закуска, они бесподобны. Хочу напомнить вам о возможности выиграть технику от компании Борд. Еще раз повторяю правила. Вы должны быть подписаны на YouTube канал Электроинструменты Борд. Также вы должны перейти в их интернет-магазин и выбрать какую-то технику в пределах 20 000 рублей, которую бы вы хотели получить в подарок. Далее в комментариях под видео, где я оповещала об этом розыгрыше, ссылку на это видео я оставлю в описании. Вы должны написать «участвую» и оставить ссылку на товар, либо артикул, либо просто его название. Нам нужно набрать 3000 переходов в интернет-магазин и 1000 подписчиков на канал Электроинструментов Борд. Только в этом случае приз будет разыгрываться. В интернете огромная масса различных мастер-классов, как сделать вкусные вяленые томаты. У каждого свой рецепт, у каждого свои тонкости. Я в свое время взяла понемножку от всех, подстроила рецепт под свои вкусовые предпочтения. И сегодня хочу показать вам, как этот процесс происходит у меня. Ну и надеюсь, что вы в комментариях, в свою очередь, тоже поделитесь своими какими-то секретами, хитростями, своими рецептами. Потому что я думаю, что многим это будет очень интересно. Томаты я буду вялить в духовке за неимением другой техники. Если честно, мне в прошлом месяце обещали выслать на обзор дегидратор. Я очень на него надеялась. Я думала, что я сделаю огромное количество классных заготовок на зиму. Буду сушить специи, травки, сделаю собственные сухофрукты, пастилу и прочее. Но на сегодняшний день становится ясно, что походу меня, извините за выражение, побрили. Поэтому я осталась без большого количества задуманных заготовок. Но вяденые томаты я все же сделаю и воспользуюсь по старинке обычной духовкой. Итак, помидоры я подготавливаю. Я их тщательно мою и просто разрезаю на две половинки. Я сразу же вырезаю плодоножку. Это можно сделать уже потом, после процесса сушки. Но некоторые вообще этого не делают. Но мне кажется, что она в процессе поедания томатов очень мешает. Для вяленых томатов, так же, как и для заморозки и для консервации, лучше всего подходит сорт сливка. Во-первых, в нем меньше влаги. Во-вторых, он прекрасно держит форму. В нем много именно мякости. Поэтому я, в принципе, для всех-всех своих заготовок использую только этот сорт. Все помидорки я нарезала и теперь буду выкладывать их на решетку. Многие вялят помидоры на противне, но я считаю, что на решетке процесс происходит быстрее и более эффективно. Как мне, по крайней мере, показалось. Так как все томаты у меня не поместились на одну решетку, а второго у меня нет, то вторую часть томатов я буду сушить на противне. Решетку я застилаю пергаментной бумагой и выкладываю помидорки достаточно плотно друг к другу, так как между ними еще потом появятся пустоты. Они очень сильно уменьшатся в размере, когда усохнут. После того, как я выложила помидорки, нужно приправить их кое-какими специями. Во-первых, я слегка сбрызгиваю их оливковым маслом совершенно небольшим количеством. Далее я приправляю помидорки небольшим количеством соли. И соль здесь служит не как приправа, а она именно помогает помидоркам, кусочкам томатов, избавиться от излишек влаги. То есть за счет соли влага гораздо быстрее покинет томаты. Ну а далее уже добавляю приправы. Я буду использовать прованские травы. Можно использовать отдельно тимьян, базилик, в общем, все, что вам нравится. Я буду использовать готовую смесь прованских трав и сушеный чеснок. Все, теперь томаты можно убирать в духовку. Все ставят в духовку совершенно по-разному, на разное количество времени, на разные температуры. И духовки тоже у всех разные. Стоит один раз приготовить, чтобы понять, на какую температуру и на какое время нужно ставить помидоры именно в вашей духовке. У меня процесс такой же, как и у большинства. Я ставлю томаты в духовку, включаю режим конвекция 100 градусов и 1 час я держу при температуре 100 градусов. Также я приоткрываю дверцу духового шкафа для того, чтобы у нас была хорошая циркуляция воздуха. По истечении часа я убавляю температуру до 80 градусов и оставляю их еще на 4 часа. 4-4,5. В общем, смотрю по состоянию томатов, так как время еще зависит и от размера плодов, которые вы взяли. Чем крупнее помидорки, тем дольше они вялятся. Томаты должны быть не сухие, они не должны ломаться в руках. При этом вы должны ощущать, что в них нет излишек влаги, но они остаются достаточно гибкими. Теперь настает время укладывать томаты в банку. И здесь очень важный момент. Нужно определиться, как мы будем их хранить. В холодильнике, либо в обычном шкафу при комнатной температуре. Так вот, если мы будем хранить их в холодильнике и зальем просто оливковым маслом, то оливковое масло при низких температурах имеет определенное свойство. Оно загустевает, становится белым и все это будет выглядеть не очень красиво. Естественно, что и есть, это будет уже не так приятно. Поэтому особые умельцы придумали смешивать оливковое масло с небольшим количеством растительного. Растительное масло не позволит оливковому загустевать. Я знаю, что в целях экономии многие полностью заменяют оливковое масло на растительное. Ни в коем случае этого не делайте, потому что это совершенно другой вкус. И на выходе получится совершенно не тот продукт, который вы ожидали. Поэтому количество оливкового масла должно все равно преобладать над растительным. Или хотя бы уж в крайнем случае соотношение должно быть 50 на 50. Это что касается хранения в холодильнике. Но если вы собираетесь хранить вяленые томаты в шкафчике при комнатной температуре, то томаты теперь желательно еще и термически обработать. Я видела этот способ на одном из каналов и говорят, что именно так и делают итальянцы. Нужно сварить своего рода маринад. Он варится из воды и уксуса. В идеале это должен быть винный уксус, но за неимением винного уксуса подойдет и яблочный. На литр воды добавляется 125 мл уксуса. Как только маринад закипает, опускаем туда помидоры и держим их там не больше 2 минут. После этого выкладываем их на решетку, на бумажное полотенце. И сверху также промакиваем полотенцем, оставляем хотя бы на час-два еще при комнатной температуре, для того, чтобы они подсохли. Именно эта процедура позволяет томатам храниться прекрасно при комнатной температуре. Но есть еще одно условие. Нельзя использовать свежий чеснок и свежие травы. Все должно быть сушеное и баночки, конечно же, тоже должны быть стерильные. Например, я для себя еще не решила, как мне будет удобнее хранить и где у меня будет место. Поэтому я воспользуюсь и теми, и другим способом. Я смешала и оливковое, и подсолнечное масло. И также прокипятила помидоры в маринаде. На дно баночки я наливаю небольшое количество оливкового масла. Добавляю туда еще немножечко прованских трав, еще немножечко сушеного чеснока. И начинаю выкладывать помидорки слоями. Многие присыпают специи между каждым слоем томатов. Я считаю, что это тоже немножечко перебор, потому что специй и так достаточно много. Я просто плотно укладываю томаты. Чем плотнее мы их уложим, тем меньше расход оливкового и растительного масла у нас будет. Но все же упихивать их туда с ноги не нужно. После того, как я поместила все томаты в банку, заливаю оставшееся пространство оливковым и растительным маслом. Я использую соотношение 70 на 30. 70% оливкового, 30% растительного. Масло должно полностью покрывать томаты, и томаты не должны возвышаться над маслом. Ну а теперь закрываю банки крышками и убираю на хранение. У многих, кстати, это еще не последний этап обработки. Некоторые еще стерилизуют потом все это, либо на воде, либо в духовке. Многие нагревают оливковое масло и заливают уже горячим маслом. Никогда не пробовала такой способ. Я как-то всегда обходилась без этого, и в принципе все нормально стоит. В общем, напишите в комментариях, поделитесь своим опытом. Итак, пока у меня томаты сушатся, Сонечку я уложила спать, поставила ей готовиться обед, и решила заняться какими-то делами на кухне. У меня на сегодняшний день было запланировано помыть холодильники и навести порядок в корзинках. Я решила начать именно с корзинок. Кто на регулярной основе смотрит мой канал, те знают, что у нас некоторые проблемы с кухней. У меня нехватка шкафчиков, поэтому достаточно большое количество кухонных мелочей я храню именно вот в таких вот корзинках. Так как объем вещей там достаточно большой, но это не хлам, это все нужное. Все нужное, важное и полезное. Там частенько образовывается беспорядок, потому что что-то в спешке туда бросишь, что-то потом ищешь, там все перероешь. И где-то раз в месяц мне приходится все равно там наводить какой-то косметический порядок. И этим я сегодня как раз и решила заняться. Просто достаю все из корзинок, просматриваю, что здесь должно находиться, чего здесь быть не должно. Что-то раскладываю по своим местам, что-то отправляется на чердак на хранение. К примеру, сейчас здесь накопилось достаточно большое количество маленьких стеклянных баночек. Я их на данный момент решила пока использовать временно под специи, поэтому сразу же их откладываю, их нужно будет сполоснуть. Ну а то, что здесь должно лежать, здесь лежать и останется в одной корзинке. Я храню все, что связано с мелкой бытовой техникой. Миксеры, блендеры, насадки для мясорубки, в общем, все такое. А в другой корзинке я храню пластиковые контейнеры, крышки, баночки какие-то, в которых муж у меня носит обед. В общем, всякая посуда на вынос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому с ними я ничего делать не буду. В общем, прошло уже достаточно много времени. Я сидела, монтировала видео и у меня уже проснулась Соня. Поэтому пока холодильниками я заниматься не могу. Томаты у меня вялятся. А я пока все равно больше ничем не могу заниматься. Поэтому покажу вам свой заказ с васильком. Какие-то обновочки. Первая покупка самая крупная. И именно эту вещь я хотела очень-очень давно. Долго думала, взвешивала, примерялась. Но пока заказала только одну. Это ортопедическая подушка с эффектом памяти. Многие из вас мне такую советовали. Я не рискнула взять сразу две. Мне просто для Илюши тоже нужна была новая подушка. Так как они достаточно дорогостоящие. Я не рискнула брать сразу две. Решила взять одну. Попробуем на Илюша. Если все будет классно, если ему понравится, я закажу себе такую же. В принципе, по ощущениям, я уже от нее в восторге. Она настолько мягкая, настолько упругая. У нас у Сени, у маленького тоже была такая ортопедическая подушка. Но та подушечка была очень маленькая. И тогда она меня не впечатлила. Это же, конечно, просто роскошная вещь. Эти подушки представлены в нескольких вариантах. Есть с хлопковым чехлом. Есть с комбинированным чехлом. Есть с махровым чехлом. Я взяла, по-моему, комбинированный, если я не ошибаюсь. Чехол съемный. Он на замочке, то есть его можно снять, постирать. Причем сама подушка при этом тоже зашита в такую текстильную капсулу, что очень удобно. И у нее очень приятное покрытие. Даже сам по себе чехол приятен к телу. Но, конечно же, я буду заворачивать ее еще в наволочку. Я надеюсь, что с приобретением вот этих подушек решатся проблемы с головными болями, с остеохондрозом, с больной спиной и прочим. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Следующее, что я заказала, это тоже покупка для Илюши. Это мужские брюки. И это брюки очень интересного фасона. Я видела, на Васильке появились давно классические брюки. Эти брюки вроде как бы и классические, но при этом они зауженные, они без стрелок. И когда он их одевает, они смотрятся такими брюками в стиле кэжуал. У меня Илюша любит такой фасон. Обычно он берет в масс-маркете штаны подобного фасона. Обычно это хлопок, либо тонкий джинс. Здесь же это именно костюмная ткань. Не вытянется, не испортится. Она достаточно износостойкая. Поэтому я надеюсь, что он будет ходить в них долго. Качество ткани и пошивок, как по мне, просто безупречное. Но и цена, конечно же, тоже уже соответствующая. Это не 500 и не 600 рублей. Брюки стоили, по-моему, чуть дороже полутора тысяч. Давно я для себя лично ничего не заказывала, потому что как-то не было никаких новиночек в больших размерах. А тут появились некоторые новинки, мимо которых я не смогла пройти. Вот такой вот обалденный классный костюм. Я заказала его специально на осень. Для того, чтобы с утра проснуться, расколупать глаза, поднять детей и отвезти Сеню в школу. Также потом быстренько сходить, забрать. Такие костюмы очень удобные, очень комфортные. Не нужно наряжаться, особенно на прохладное утро. Очень уютно в таком костюме будет находиться на улице. Он не теплый, он достаточно тонкий. На зиму он не подойдет. А вот сейчас на осень самое то. Всю одежду для себя я заказываю в 56 размере. Часто просите оставлять параметры. Объем груди девочки 110, объем талии 100, объем бедер 110. Это для того, чтобы вам было проще сориентироваться. Следующее, что я заказала, это вот такое вот платьишко. Я знаю, что у многих, можно сказать, лето уже закончилось. У нас пока вроде бы похолодание не обещается. На улице достаточно жарко. И этим летом я столкнулась с такой проблемой, что у меня абсолютно нет какого-то легкого, продуваемого, проветриваемого платья. В котором мне было бы не жарко. Потому что все хлопковые платья, которые я до этого заказывала, я их все ношу дома. Они у меня не выходные варианты. Мне очень приглянулось это платье. Я надеялась, что оно будет более-менее приемлемого качества. Я смогу в нем ходить на улицу. И в принципе, я в нем совершенно не разочаровалась. Как по мне, оно выглядит прилично. Я могу сходить в нем и в магазин, и отвезти Сеню в школу, и погулять с Соней, и погулять с собакой. По-моему, классное платье. И самое главное, что оно очень легкое. Ну и последнее, что я заказала, тоже я планировала вообще носить его на улицу. Но когда это платье мне пришло, я поняла, что я буду, скорее всего, носить его дома. Потому что трикотаж достаточно тонкий. Я уверена, что буквально после двух стирок это платье потеряет и форму, и вид. Но не буду загадывать заранее. Дальше будет видно. На картинке, как по мне, оно выглядело просто отпадно. И я решила, что этому платью обязательно будет в моем гардеробе. В общем, такой вот у меня маленький заказ небольшой. Ссылочки на все товары, если они еще есть в наличии, я оставлю в описании к этому видео. Также не забывайте подписываться на инстаграм любимого Василька. Там выкладываются новинки, вообще море всякой полезной информации. Ну и следующее, что я вам хочу показать, это обновки с магазина Шиин. Я знаю, что многие слышали про такой магазин. И это сейчас не рекламный обзор. Я с ними не сотрудничаю. Хотя знаю, что Шиин сотрудничает с большим количеством блогеров. Но про меня они не знают. Мне они сотрудничество не предлагали. Поэтому я, насмотревшись обзоров других блогеров, ну и в общем что, я оформила заказ. И только потом я уже узнала, что это интернет-магазин китайской одежды. Если бы я заранее знала, что эта одежда будет идти из Китая, я ждала ее девочки очень долго. Наверное, на протяжении двух месяцев я ждала свою посылку. Я бы ничего заказывать не стала. Но, тем не менее, уже никуда обратной дороги не было. Поэтому я дождалась свою посылку. И этот заказ меня как порадовал, так и разочаровал. Часть вещей была куплена за полную стоимость, а часть вещей я покупала с распродажи. В принципе, сам магазин мне очень нравится. Еще раз повторю, это не рекламный обзор. Я покупала за свои деньги. Сейчас высказываю личное свое честное мнение. Сам магазин мне нравится. Мне нравится он тем, что у них огромнейший выбор стильной, модной, современной, классной одежды больших размеров. Мне хотелось посмотреть на качество исполнения. Мне хотелось посмотреть на качество ткани. Мне хотелось узнать размерный ряд, как садятся вещи. Вообще было просто интересно, потому что ассортимент действительно потрясающий. Вещи очень красивые. Особенно красивые, естественно, они сфотографированы на моделях плюс сайз. И это подкупает. Там есть прямо отдельная вкладка, большие размеры. И там все смотрится настолько классно. Я еще нигде не видела настолько актуальной, современной, классной, модной, стильной одежды больших размеров в таком количестве. И ценники тоже очень приятные. Они, конечно, по-моему, мне кажется, подороже, чем на Алиэкспресс где-нибудь. Я не уверена. Хотя я не уверена, потому что я на Алиэкспресс не заказывала ничего из одежды уже лет 5. Поэтому, может быть, там уже тоже ценники и подросли. И по качеству, вроде как бы, говорят, их одежда лучше, потому что это фабричное производство. То есть они выпускают и одежду, и аксессуары, и все-все-все под собственным брендом. В общем, ладно, давайте я очень долго разговариваю. Давайте я буду показывать на примере. Вообще, зачем я пошла на этот сайт? Мне нужно было заказать купальник. Ладно, с купальником позже. Я уже просто разложила вот эту футболку. Эта футболка была по распродаже. Безумно дешевая, просто катастрофически дешевая, но и качество оказалось соответствующее. Ткань эта синтетика стопроцентная, абсолютно не дышащая, но классный фасон, мне очень понравилась. Я уже в ней ходила, она очень удобная. То есть она не подходит на жару, потому что абсолютно не дышит. Но на прохладный вечер в ней не холодно, в ней прям классно. Она такая разлетаячка, и это я заказала размер 2XL. Но посмотрите, что здесь. Вот это, конечно, меня просто подвергло в шок, но потом я вспомнила про ее стоимость и спокойно закрыла на это глаза. В принципе, что там внутри, ничего не видно. Такую одежду могут продавать только на китайских площадках. Но и стоила она, я напомню, по распродаже, я ее взяла, по-моему, за 500 рублей. То есть копейки сущие, а смотрится она достаточно здорово. Поверх наложу видео, покажу, как это все выглядит. Итак, затем у меня в заказе была вот такая вот футболка. Она ультра легкая, она очень классная. Она безумно приятная к телу. Это хлопок. И я уже тоже ее один раз одевала, я ходила в ней мыть школьный класс. Куплена она тоже была на распродаже, тоже стоила около 500 рублей. Вот эта футболка прям потрясающая. Очень легкая, я шла в этой футболке до школы по самому солнцепеку. Мне абсолютно не было жарко, она очень комфортная, уютная. Единственное, что, видите, раз это хлопок, она начала вот так вот немножечко, она подрастянулась с боков. И, ну, немножечко увеличилась в объеме. Зато здесь уже более качественное исполнение. Здесь нет такого безобразия, как на той кофте. И это размер 1ХЛ. На шеин обязательно нужно обращать внимание на размерную сетку каждой одежде. К каждому отдельному предмету одежды. Потому что везде размеры разные. И, как говорят девочки, нужно замерять не свои параметры, а указанные именно параметры вещи. То есть, если там указана талия, значит, нужно понимать, что это не объем талии, именно тела. А объем по кофте. Я, когда заказывала, этого не знала. Но, в принципе, с кофтами я в размер очень даже угадала. А вот со всем остальным нет. Ну и, собственно, то, ради чего оформлялся этот заказ, это купальник. Купальник на фотографии был безумно красивый. И я искала именно такой фасон. По деньгам он вышел мне, по-моему, в 1300 или 1400 рублей. И все бы ничего. Я его открыла, поняла, что да, купальник отличного качества, девочки. Хороший, стоящий. То есть, и верх, то есть, лифт купальника сел прям как надо. Очень хорошо. Но вот низ. Посмотрите, какого размера трусы. Вообще, здесь, конечно, фасон такой, что эти трусы завышенные. Так или иначе, они мне как минимум на два размера большие. Я их померила и расстроилась. Не знаю, что с ними делать. Думаю, отнести в ателье. Не знаю, ушивают ли купальники в ателье, потому что они просто гигантские. Просто гигантские. Меня сюда войдет двое. Хотя лифт абсолютно нормального размера. Он мне хорошо подошел. И, в принципе, купальник смотрится очень достойно. Но какой-то прям конкретный косяк именно с размером плавок. Поэтому купальник, наверное, я отнесу в ателье. Узнаю, что можно сделать. И следующее, что заказала, это джинсы. Говорят, наши ин, обалденно, классные, качественные джинсы. Никто не говорит про пошив, говорим именно про ткань. Так вот, увидела я классные, офигенные, стиляшные джинсы. Для меня вообще проблема купить в магазине на себя джинсы. Потому что, в основном, это все либо классика, либо, ну, что-то совсем неактуальное. Купить какие-то нормальные, современные, актуальные джинсы на мой размер, по крайней мере, у нас здесь практически невозможно. Я имею в виду именно по доступной цене. Есть, конечно, на меня размеры, актуальные модели. Но там по 5 тысяч, извините меня. Поэтому я донашиваю какое-то свое старье и решила купить себе новые джинсы. Та-дам! Вы представляете, какой мне пришел размер? Ну, конечно, я здесь виновата сама. Я же привыкла, что у меня размер достаточно большой. Я еще всегда беру вещи на размерчик побольше, чтобы было посвободнее. И чтобы, не дай бог, не оказалось мало. Ну и, в общем, вот. В эти штаны войдет меня двое. Они просто огромные. Я не знаю, как на камере передается. Давайте я руку положу. Оцените, пожалуйста, масштабы. Я их когда развернула, я сама просто обалдела. Я не поверила своим глазам. Никогда не видела джинсы такого огромного размера. И что с ними делать, я теперь тоже не знаю. Потому что вообще джинсы классные. Исполнение, конечно, не очень. Но моделька прикольная. И джинса, кстати, тоже достаточно хорошая. Неплохая, по крайней мере. Есть, конечно, мысли отнести тоже это попробовать в ателье. Смогут ли они мне их ушить. Но я думаю, что станет это недешево. Вышли, в общем, мы на улицу. Не так я себе сегодняшний день, конечно, представляла. Мне нужно было пятно на диване еще вывести. Вообще еще много всего сегодня не сделано. Но пошла гулять с Соней, потому что Илюша приехал с работы тоже. Те же самые симптомы, что и у детей были. Лежит с температурой. Сегодня уже ничего я делать не буду. Буду с Соней заниматься. Потому что, конечно, если я оставляю какие-то дела на вечер, если я не успеваю сделать что-то в течение дня, то, значит, Илюша у меня занимается с Соней. А я уже доделываю то, что не успела сделать. Но сегодня этот вариант не прокатит. Ладно, в общем, девочки, давайте буду я на этом прощаться с вами. Увидимся с вами очень-очень скоро. Всем пока-пока.